Первым делом главе Анапы продемонстрировали новый объект – многофункциональную спортивную площадку. Она появилась на месте пустыря как раз по настоянию Сергея Сергеева. Рядом идёт работа по строительству на спонсорские средства футбольного поля. По соседству будет современная волейбольная площадка. Кроме того, в прошлом году из муниципального бюджета 14-й школе было выделено свыше 800 тысяч рублей на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения доступности для маломобильных граждан. После обхода территории Сергея Павловича пригласили на торжественную линейку. Были стихи в исполнении первоклассников, тёплые слова благодарности любимым учителям, море цветов и трогательный школьный вальс. И что особенно отметил глава Анапы – доброжелательная атмосфера, сплочённость детей и гордость засверстников, отличившихся в учёбе, в общественной жизни. У меня есть уверенность, что вам дан хороший старт в будущее. Я хочу поблагодарить от имени влачки, руководства школы, учителей, за ту большую работу, которую они, обучая вас обязательным предметом, провели по воспитанию у вас действительно людей, патриотов своей Родины. Мы дали вам старт, а вы сумеете распорядиться этими знаниями во благо себя, своих семей, своих близких. И, наверное, самое главное – во благо и Гайкадзора, и Анапы, и Кубани, и России в целом. В этом году Гайкадзорская школа выпускает 19 11-классников и 55 9-классников. Святые слова благодарности учителям в педагогическом коллективе 35 человек. Среди них есть те, кто отдал работе в школе больше 40 лет жизни. Им нужно идти в жизнь. Хорошие дети. Трудно сорваться с такими детьми, которые у нас есть. Последний звонок прозвучал сегодня для всех учащихся 14-й школы. А их ни много ни мало – 662 человека. Старшеклассникам предстоят экзамены, а для учащихся младших и средних классов будет работать пришкольный лагерь. Детворе Сергей Павлович пожелал безопасных и интересных каникул. Подарил сетку мечей как раз на лето, на время беззаботных шумных игр.